ну что ж наверное можно продолжать вдруг кто хочет посмотреть конечно это не очень нравится но пускай я вообще не знаю зачем это делаю продолжаем я переместился сюда да для того чтобы идти в котел да 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 поэтому этот квест мы выключаем будешь нарываться на неприятности тебя отправят в кольцо солнца что сделают с моим кольцом в кольце солнце интересно звучит страшно ну тут вроде чисто ну почти чисто на север там еще бегемоты водятся от старого ребята я наверное пойду просто сюда ну а вот котел уже на моем компасе виден о да лекарственных растений у меня уже не так много надо бы подсобирать о это он падаю почему он так сияет да 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 я хочу в котел а здесь ходит мистер ловчий где сигнал который нашел на эвизор да вот он блин может я могу просто мимо него пройти я даже не знаю слов чем как-то не очень хочется связываться он еще чем не отметился я же его тихо поищите тайный вход а чем он то это то есть это не вход блин почему я не могу его отметить да выглядел он ужасно страшно этот бегемот я уже думал это ужас какой-то ну на всякий случай а то я могу наступить на граблю мне кажется я нашел тайный вход он вон там прямо еще я видел тень тень птицы я опять вижу ее птицы не вижу ладно так их тут двое но в теории я могу просто их обойти да ну ладно я такими делами не занимаюсь почему они не не отмечаются они понимают отметить вот он отметился вот не отмечается так где он летает так их тут трое что ли ну ладно они все трое тут так 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 Продолжение следует... 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 как я его там убивал не надо надо сто процентов на берем канатометец у меня не было охотничьего лука дома охотников его не существует наверно так высокоточный карха тьмы высокоточный дома охотников тоже нет только боевой вот желтеньким и взрыв проща на лучше ну не везде мне нужны модификаторы может они у меня есть уже но на удобство есть такая а надо бы на огонь там урон хотя просто тут урон вкачал и все да тут огня нет тут только урон ну какое есть поставлю ладно отправляемся убивать рыскарей о гена здорово да это мой друг который сейчас в польше просил постримить вот я и стримлю что посмотреть игру он приезжал на новый год кстати и мы отдыхали и он сам игра так болен опять это фигня ладно не буду что ген обалдеешь ты уже сходил в этот самый куда там ходил февченковский гай я сейчас буду убивать динозавра если чё штука страшная но я знаю как с ним справиться или нет сейчас посмотрим как пойдет тут пространство то маловато будем откровенны уже можно я думаю да я думаю не повезло збить его пушечку его ну она все давай сбиваю ему броню не надо что это было пфс дропнул со страшно так 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 как мне его добивать вот в чем вопрос наверно так и буду да в этот раз все прошло очень гладко немножко я подосрался но но я даже не уверен что он меня покоцал забрал же uncharted гены я кстати уже скачал по идее могу же поиграть с одной стороны хочется с другой хочу это поиграть спираль огня симулятор козла только в библиотеку добавил скачивать не скачивал шо сюжет я ж играю видишь вот ты не хочешь ванчарт я могу подрубить ладно это прохожу до потока ну вот это сведения помогут мне украшать другие машины это был самый быстрый котел в моей жизни значит это гефест переписал программу котлов он заставлял котлы создавать агрессивные машины с каждым годом все более смысл да какой там конец нет зачем и что такое или кто такой этот гефест это просто место где делают машины одно из таких мест но это последнее для меня место подобное по окончании квеста этого я типа умею перехватывать определенные машины просто типа взламываю их как они за меня дерутся а стрим подрубать вообще нечего ты нажимаешь кнопку share показать игру и выбираешь свой youtube аккаунт и все и оно показывает ну там галочку ставишь чтоб с микрофона звук записывался и все готово вот как видишь у меня нет компьютера у меня ничего нет но вот у меня есть хороший интернет я думаю это мое преимущество ну что мне там дали гефест какой то мммм эммм это типа оно грузов вторжения человек груза фауни высокая груза биосфера высокая что это такое Ну вот, тут написано Гефест Как она выводы какие-то из этого сделала Починить, там написано было Буревестника Ну, этого Громозева и Камнегрыза Вот они в программе Дзета, там сверху стрела написано То есть в теории Всех уже Но на моем посохе, конечно Есть еще Эпсилон Но я не знаю, что это такое Вон программа Надо посмотреть, может кто-то из них А может это DLC-шный какой-то котел Короче Да, все клево Я еще прокачался, чтобы я бесконечно мог иметь в подчинении вроде бы как Своё животное Да, хоть и не хотел этого Ну, теперь могу, да Да, могу, да Да, я На бегемоты куда делись Ходили тут Пугали меня Только что вернулись Короче, читай, если интересно, я шоколадку покушаю Ладно, я тебя обманул Но буду играть дальше Там, кстати, ходит громозев тоже Это охотничье угодье, которое я Думал, что не пройду Ну, я прошел их там С первой-второй попытки Всякие Блин, а у меня коммент не отобразился на телефоне Ммм, а че пришло? Блин Придется тут смотреть Извиняюсь Читать вслух я этого не буду А то меня забанят Не одобряем такое поведение в чате Давай лучше решим, куда мне идти По какому квесту Типа дальше узнавать Про эту всю хрень А то есть еще Всякие штуки Следующая типа Игру Гены или че? Я думаю Он чартер будет Да, анчартер Сто процентов Можно еще углебрюхо поискать Ну ладно Идем в закатную долину По дороге Вот Зараженную зону Можно жахнуть Да, так и сделаем РДР онлайн Ну Я не знаю Ты уже начал Типа Потому что надо туториал какой-то пройти Я вообще мало прошел Даже Сингла Я не хочу вообще на работу завтра идти Может не приходить А стримить дальше Че вы там вообще делаете? Я тут тоже Вот в игры Играть могу О! Походу Чешуя Выпала Да Кайф Теперь Ну я по пути просто буду смотреть Если попадется Кость енота Да Коммерческая Ну да В комментах такого не пиши Я тебя понял Ну если ты напишешь Что вы усердно работаете Я все пойму Как бы завуалировать Можно все это дело Ну тут крабики ходят Смотри Один из них утонул Похоже Лапками там Что-то шевелит Вылезти не может Где там Кто ему поможет Давай Дружок Вылезай Только 11 Понравилось Что тебе там Понравилось Сюжет А Я понял Я понял Я таким заниматься не буду Уж извини меня В случае с выбором PvP или засал Я выберу Засал Если речь идет О Mortal Kombat Блин Это крокодилы Зараженные Или нет Непонятно А я такие красивые костюмы Одобряю Или нет На кого Типа На Какой-нибудь Sony Blade Тогда 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 Я бы Посмотрел А Джокер Только Выходит Он Вроде бы Еще Даже Его нет В игре Как Мне Кажется Я Не Сильно Следил По-моему Его Еще Нет Официально В игре И Скорее Всего Его Надо Даже Докупать Бляха Муха Ты Че Издеваешься Парень Сраный Камнегрыз Как Я Убивать То Его Собираюсь Еще Один Отлично Обнатоле Украине Вообще Ничего Нельзя Потому Что Игра Недоступна В нашей Стране Официально Так Я Чувствую Что Тут Как Бы Надо Одеваться Против Болезней Надо Посмотреть Холодом Его Надо Валить А Все Остальное Просто Херачим Но Могу ли Я Перехватить Управление Над Одним Это Интересно Он Безараженный Ой Куда ты Уехал Куда Ты Уехал Мать Больным Больным Пипец Где Второй Где Второй Не Кушай Меня Где Хоть Один Так Я Увернулся Это Надо Взорвать Я Думаю Блядь Я так И знал Я так И знал Что Он Придет Блин С двумя Это Прям Жорстко Как-то Путик Давай Свой Бомби Сука Второй Едет Тихо Тихо Пает Больно Опять Больно Ну Это Просто Наказание Какое-то Можете Просто Вылезти На землю Ребята Спасибо 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 очень приятно выпустите меня может умрет уже ладно один готов делаем боеприпасы но урона я не получил 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 я извиняюсь что я пропускаю комментарии просто ну не могу не могу ребята секунду все могу я достиг 50 уровня да до этого момента я убил этих ну то есть одного этого чувака по квесту и взял с собой тяжелую волыну которую я таскал долго и она мне пригодилась как раз там ох а тут прям жесть блин может если бы я ему лапы сразу отстрелил он бы не смог закапываться я думаю это так и надо было сделать надо проверить если уничтожить машина больше не сможет взорваться в землю но еще и задние надо отваливать не знаю может одной хватит да good to know как бы но уже поздно бляха о спираль урона это мне не надо да да не знаю правда куда что у меня тут по урону с ракет еще плюс броня да я наверно взрыв прощу дома охотников вкачаю маленько и удобство наверх вот так ну все имба совсем чуть чуть лучше чем та так ладно с этим я может потом разберусь это слишком скучно мне кажется можно переодеться в свой любимый костюм и на квест да 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 фигурку заодно по дороге захвачу да блин эти камни грызы я не знаю кто хуже теперь теперь наверное они хуже всех поскольку я их почти не убивал а остальных я уже по пару раз убил так куда иду у этих узнавать что там затевают эти козлы в котел типа но нет в руины точнее которые находятся под этой штуковиной насколько я понял а нет это не то задание отсылка извиняюсь конечно да ну значит я пойду на это задание в этом задании думали что убили одну главнокомандующую меридиане сеструха того усатого хера который бухает все время в общем да но я как шерлок холмс выяснилось что она нифига не умерла надо проверить что там происходит в это же основной квас их тут два как бы еще туда наверх залезть за фигуркой но он это там там из граффити руферы нарисовали сейчас буду туда залезать не знаю правильно ли я путь выбрал но у меня получается возможно настоящий путь поле интересно но я все равно не вижу как залезать наверх уступов никаких нет непонятно но у меня есть догадка что где-то вот с этой стороны судя по карте непонятная тропинка была ладно чем выше тем лучше вроде выше уже не имеет смысла лезть «бляхамуха» «здорово петух» «мне кажется я не в том месте где должен был бы быть» так это уже плохо не хорошо паркур очень неужели это настолько сложно может с другой стороны мне нужна помощь это не может быть так но я просто попрыгаю так но не похоже что я допрыгаю куда мне нужно так чушь так больно то ладно тут я почти уже допрыгну это нужно мне место просто небольшая неудача но да нужно было просто с этой стороны залезать тут есть уступ ну я срезал типа нормально теперь падаем так ну перепутал немножко квест но бывает полностью невозможно сосредоточиться когда идет запись и ты понимаешь нужно что-то говорить а ты че пришел пивозубыч я тогда как-то в обход пойду да ты не против я тебя конечно не боюсь просто не хочу руки марать по-похому я я с вами я иисус но это лиходей а это металлический цветок да, да, за ним тоже надо сходить похоже ты не враг мне здраво жила это походу их столица этих озерамовцев где она я вообще не знаю если там еще холоднее чем здесь то тогда я точно не знаю наверное здесь нету их поселения так а где тропинка нормальная в городку то вашему там лиходеи ходят бродят как они тут живут вообще кошмар что это такое вот тропинка типа я иду где вход в город хочу как люди зайти надеюсь тут нет сайт квестов мне никогда еще не было так страшно что тоже индюков боишься пожалуйста скажи что все уже закончилось а что начиналось скажи в таком случае скажи в таком случае очень что очень голос голос какой голос и где этот агент дюков боишься что не там женщина просто говорила что это боится чего-то там рядом и дюки были я подумал что она их боится сам нух пиловой какой торговец ой аж сияет весь у меня типа такой же самый вроде бы ну ничего интересного когда мне только новое копье дадут вот это вопрос серьезный так так ну что народ погнали и и и и и и и и и усатый хрен и че мое задание это он да я неплох какой сыщик да валяется блин там просто ну что наконец-то ну что к что был на моем визоре это он есть отобразить путь это шел за тем же за кем и мы это плохо а сдох типа агент ой это агент марара люди дорвала его нашли выходит он что-то знал посмотри он нарисовал карту своей кровью да таким картам стоит следовать вот смоляной утес он отметил точку на севере наверное дырвал тут мои люди ждут у границ города я приведу их сюда ну на севере как раз металлический цветок поэтому я туда пойду я туда пойду а я быстрей тебя лузер фига тоже паркуром занимаешься а я все равно быстрей я могу вот так вот так ты где да он делся ты теперь просто тут стоишь то признал свое поражение Байолин, секунду, я у торговца лекарства купил. Да, да, да. С лиходеями я тоже не хочу распираться. Хочу идти по квесту, я уже 50 уровня. Сделайте вскидку на это, ребята. Я уже достаточно ваших братьев поубивал. Это такой обычный, то есть я его могу бахнуть просто. Все, разбирайтесь там, ищите кто это сделал, но вы не узнаете. Ух, заподозрили что-то, ух. Блин, ты что делаешь, больной что-ли? Я сползаю. Но я же соскалился. А, он прогрузился. Ладно, мне это костер нафиг не нужен. Так, а что наконец-то написал, наконец-то и все? Что, или меня уже никто не смотрит? Буревестник. Как же он велик и могуч. Ну, извините, я вообще-то все остальные квесты, что проходил, это тоже основные были. Я только зараженную зону по дороге зачистил. В чем проблема-то? Что я сделал-то? Вот так. Тут же два основных квеста. Вот тут, на котором я сейчас и с этим сайленсом про мамку узнавать. О, у меня три очка. Вот, а вот это хотел. Вот, а вот это хотел. Угу. А он уже тут как тут. Я быстрее бежал. Это твои люди, два человека. Так, этот лиходей. Это длинноног. Их сковали цепями. Их сковали цепями. Дервал техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первый. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо. Мы тебя прикроем. Я их просто хакну. Я же кул хацкер. Чужаков и машины. Офига, ты врываешься просто. Так, ну что ж. Я бы лиходея хакнул. Если убирать между этим бомжом. Так, тихо, 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 тихо. Киса. Я же могу тебя хакнуть, нет? Бро. Бро. Так и что? Я как бы могу. Так. Выпускайте машины. Стреляйте в цепь. Так, машины не надо выпускать. Не надо. Не попал. А-а-а, вот я что могу сделать обслуживание. Так. Хреновый тайминг получился. Снимай. Так. Хреновый тайминг получился. ВЫ СОСЕТЕ, так сказать. Давай. М-м-м-м. У тебя не получилось. все получится так это ты вырубай уходи 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 правда что ли уходи 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 какими стрелами вы кто такие я вас не звал ты не умер блин я забыл как этого чувака зовут как-то на эль пофиг вообще короче кай сам там разбирается пока крыса хвост крысу спасибо так это наш нет это то что у меня бежала сейчас еще этого лутану бэриком лихадея вот и сердечко это кто-то типа привязан вот кто рычит еще один лихадей ну от вас надо избавиться мне кажется ребята ну от вас вот как его зовут р.н. я умею смотреть Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что-то мало с него сняло на самом-то деле я думал он умрет от двух что-то со звуком странное происходит после того как я по настройкам повайзил или нет так его и рэнд так его но все готовы проснулся опять крыса шкура крысы выпала прямо вопрос нечаянно умирает из него выпадает самые редкие штуки все одна крыса ладно я не буду брать что дальше идем вперед я возьму ствол лиходея мы пойдем на разборки сеструху искать это реальная разборка питерская выходи болен возможно тут стелс поля ловушки не надо подумаем ты кто такой вообще а я скрытная так и в р.н. да почему меня я просто смотрел блин оружие лиходея лежит прям там запутываю за жилу так что парень покеда наверняка там надо прорваться вот чем они защищаются от этого жуткого звука они защищаются затычки да и я теперь в затычках теперь то фоторежим можно и включать у меня модные новые сережки а ты тебе похер да такому парню ничего не страшно так тут 57 еще пулек мне кажется это будет помощнее чем этот его огнедых ну все я врываюсь держите меня семеро нет звуковое устройство и все ну теперь подходите ну подходите хотя блин там же явно никого не будет выкину эту пуху наружу может кто прибежит тогда вот они получат я точно отключил ну наконец-то ну посмотрим наконец-то на сестру хута его хороша блин почему ты не взяла меня я должен был пойти пусть я никчемный пьяница но нет дурак дервал прислал письмо вызвал меня на переговоры я знала что это ловушка потому не взяла тебя чтобы ты не попался может если повязку снять и умыть думала что справлюсь может получше будет посмотрим посмотрим в следующей миссии послушай дервал сделает меридиане что-то страшное сказал ават увидит как дым застилает его обожаемое солнце о ты нужен королю игры закончились пора быстро становиться взрослым понял обещаю смотри выполнил братец так так она тут валялась не знаю сколько тысяч часов пока я обещаю про свою мамку искал информация ну теперь то она уж точно риб но меридиан такой большой я осмотрю его вещи может найду зацепку кантки будет у этих сережках идите не понял снимай да f в чате удерживать осмотреть ее чё там надо смотреть мастерскую как бы и так могу что он тут проворачивал я хочу ли вообще это знать это машину разобрали сознанием дела рабочие записи из мастерской и какое-то письмо вложено он переправлял в город огнижок найдем его найдем одервала что будет если включить вот это записываешь устройство на сколько клево больше не пой девочка чудесно чудесно что мы будем делать они подбираются все ближе к источнику долго мы сможем прятаться как память о родных на рвалу теперь нечего терять источник какой-то кажется я что-то обнаружила нам надо вернуться во дворец иди я догоню я должен позаботиться о сестре ну дарвал это судя по всему главный из тех кто на них напал на меридиан хочет напасть он из озерамцев так чем не проходить дальше металлический цветок надо провести этот квест или идти новый рассвет обыскивать ну тут еще один квестик будет куда идти давай какой квест давай будет исполнено там буревестник летает я блин надеюсь что я смогу его обойти сторонкой как его сторонкой обойдешь если он в воздухе остается рассчитывать только на костюм скрытности этот ну хрен знает тут речка наверное тут везде в принципе можно доделать но здесь нельзя ну больше дел все не будет я так понимаю оно единственное блин он летает походу прям прям вот там где этот цветок я думаю стычка неизбежна но я попытаюсь на стелсе ну может вторая часть будет на playstation 5 там типа пусть и есть как конзима учил сейчас все сделаю никогда не знаешь когда пригодится меня можно звать элой снэйк да тут какая-то странная лето река а не тропинка но снэйк это из метал гира блин что мне все объяснять надо вроде известный персонаж солид снэйк из серии метал гир солид он прячется в коробке там все по стелсу это же стелс игра так 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 оп вот блин это не с того комплект все можно отсюда улетать я так подозреваю вот какие-то ворота и и конец карты там наверху водопада то есть блин может там есть азерамский город этот жила их типа может я просто сюда зайду там пока я стою перемещусь на какой-то кусок карты не знаю не знаю так новый рассвет ждет о тут зараженные зоны и цветоки о да все самое лучшее не осталось то всего ничего предметов то собрать кстати прикольная пустыня такая могу на него скипнуть сюда так а ну и и и и и и да в playstation 5 будет ssd жесткий диск кстати вот такого больше не будет происходить в играх я так понимаю захватывать летающих не знаю как что произошло блин я переместился куда-то не туда мне кажется бесшумная атака не сработала почему-то зона боевых действий какая-то просто пипец сейчас я не договорил на выходе идет если чё не успел парень я промазал теперь попал не понимает вот 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 Идет ли я? Идет ли я? как-то у него так получилось акробат я видел что у меня модификаций слишком много надо попробовать что-нибудь повкручивать так ладно это не приоритет ну канатомет на удобство я бы прикрутил а где эта хрень так я не понял у меня же было оружие которое отбойником называется а его нельзя улучшать точно точно топовый у меня еще не все видишь тут есть зеленые типа и синий а хотелось чтобы все были фиолетовые а что это канатомет кархать мы и он мне не нужен я его продам взбрив проща кархать мы мне тоже не нужно на туре продам спиральки урона у меня нету извиняюсь извиняюсь за пиксельные картинки так видите мед такая проща на электричество вот гремучник осталось только улучшить спиральку какую-нибудь все остальные можно думаю все не фиолетовые можно разбирать ну да это ютуб отрезает это битрейт называется только на твиче битрейт можно выставлять самому здесь наверно нельзя но я все равно не умею ничего делать да потом с ними разберусь уже так это я даже поднимать не буду гуси лежат гуси точнее какие гуси вот кожа вон там длинно шеи ходят вон броит так ну ну вперед о так понимаю это и есть что то там там где кархать мы сидят этот город солнечная какая то там закатная крепость что башню отсюда даже видно было вон это она думаешь тут пустыня такая прикольная вообще нравится я лечу кроли мне нужен енот я думаю он тут не водится хотя тут везде могут водиться любые животные а вон там фигурка вон там залезть можно здрасте зачищаю да гуси в пустыне это нормальная тема а кто это там такой бегемот а холодом вроде бы его надо в эти емкости да да это охладители соединиться грузовой отсек надо попробовать отсоединить грузовой отсек интересно прямо ладно я готов прямо отсюда шмальнуть в его охладитель и промазать точно ай-яй-яй ай-яй-яй я заражаюсь потихоньку блин у меня нет модификаторов на да 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 у меня тут синее на заражение сейчас я как вольну ну все теперь меня никто не заразит 104 защиты от заражения ё-моё ты кто такой ерк да не дёргайся ты Я не попадаю. Гомонись. Где я? Вот так. Видимо ты мне не нравится. Так, сейчас я всё сделаю, тогда сохранюсь, тогда уже пойду куда надо, мне ещё торговцы найти, забываю оружие своё продать. Так. Тут электричество. На урон как не было, так и нету. Этот я продам, этот я продам, этот я продам тоже. Канатомёт тоже продам. Во, канатомёт. 51, 49. Так. Позирательница хворей. Сейчас у меня сожрёт все хвори. Ну и я пошёл. На запад. Я не сохранился. Хорошая штука. Да, сейчас как пойду. Да, спасибо. Вспомнил. С бизонами у меня уже, кстати, разговор короткий. Хотя они тоже были страшны поначалу. О. О! 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 Играет музыка. Так, я начинал его взламывать только что, а может мне это и нужно? Он такой, а что, кто меня взламывал? Захвачу сейчас бизонов. Пару штук и пойду в атаку. Только перезарядится мой перехватчик, вот так тихо. Ребята, а вы чего? Только не нападай. Не бей. Побил. Так, ну все ребята, погнали в бой, все за мной. Ладно, теперь я оседлаю. А ты идешь? Как его? Ну это тут рядышком. Оставить его подождать тут. Подвезти еще и этого. Надеюсь он ждет меня. Буря началась. Так, переодеваемся. Давай, врывайся. В бой, ребята. В бой. В бой. В бой. Нормально. Нет. Нет. В бой. Эй! 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 Ешь! Это критический урон! А это кто? Что у него отвалилось? Чудо! О, она тоже взрывается! О, она тоже взрывается! Эй! 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 Так, не убивай меня сейчас, пожалуйста. Какую тактику продумать? Вот у меня сейчас была какая-то тактика, я её придерживался. Спасибо. Спасибо, так теперь мне нужен торговец. На урон хочу спиральку, это всё, что мне осталось, я буду самый крутой. Это я беру в дорогу. В дорогу. Нет, не то. Немного не то. Чего у меня в принципе может быть мало. Мне много всего. 177 вот чего-то там. Вот это, эхопатроны походу. Вот они. Так, где жары. Собираю. Сосуд. Так, ладно, это походу мои двое, которых я привёл на вписку. Интересно, как она такие штуковины прячется в карманы, конечно. Чего тебе занесло? Да, это как раз которые у них на носу вот эти шесть штук. Это просто прямо по курсу. Как же я туда залезу? Да, эти штуковины. Это как замки из песка какие-то просто. Как они такие получились, непонятно. Ну, это похоже на тропинку. Ну, никуда. А вот так. Оп. Да, я думаю, именно так. Такие препятствия преодолели. Так. Блин, ну вот там можно было пройти, по-моему. Ай. Нифига, эхо, я слышал эхо прямо. Зона обитания Рыскари. Ооо. Туда соваться не буду. Ну, мало ли чё. Ну, обойти с юга, да, но это не короткая дорога, понимаешь. Контент тогда не интересный. Кабанья эхо. Зона звучала как енот. Ну-ка, постой. О, как раз выпало то, что надо, кость. Ну, вот это удача. Кожа гуся. Блин, а я её собрал, когда не сохранился. И меня убили. Ооо, а она была. Ооо. Она была. Она была. я найду тебе применение что происходит как мне вообще выбраться отсюда так это уже оно еще нет блин тут прям лабиринты какие-то почему он собственно идет прямо на меня вот в чем вопрос извини придется испортить тебя веселье блин я ему сбил его хрень его сосуды с электричеством теперь я не могу его взорвать так но это уже скорство я бы уворачивался как же ты меня достал дружок да ты шутишь что ли да да Девушки отдыхают. Так почему он тебя до сих пор не бомбит? Как же вы меня доставили, птицы вонючие? Птицы вонючие. Птицы вонючие. Влад Солевова, здорово, здорово Влад. Можно я завтра не приду на работу, я вообще не хочу. Я извиняюсь, я в чат не мог смотреть, тут меня коршуны склевали. Че надо, да? Нравится игра? Смотри какая клевая. А че завтра на работу? Завтра че то важное будет или че? Или просто рабочий день? Кто орёт? Блин, стоит оно вообще того? Ого. Ого. Суспел. Ого. Суспел. Ого. Ого. так куда ты стоять стоять мать твою так все итальйский цветок должен быть здесь скорбить за мастером ли ладно это слишком сложно для меня еще для меня сложно найти сейчас металлический цветок он же прямо тут должен быть где он а вот он я нашел где класс все изи это оружие которое я выкинул походу так главный вопрос есть ли вот тут выход из этой жопы мира нюцы мы на ю тубе парень ты хочешь чтоб меня забанили сейчас короче вот смотри немного поярче сделаю вот такое вот есть еще она может так может вот такая хрен ли ты на меня смотришь а а потом такая вот так вот могу вот так можем так вот вот стиль 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 вот да так и о бой вот победная стоечка так мускулы мускулы показываю победу о сердечко вот еще она может валяться на камнях просто но тут надо плоскость выбрать получше я думаю для таких штуковин ой 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 ну это нормально получилось в принципе да вот я хотел тут проход найти если че выпустите меня я смогу я играл в ассасин скрипт который говно эта игра намного лучше давай ну понятно все не могу я уже жалею если честно валюка и отсюда че задыхалась ох ох все дальше поехали вообще мне гуся надо убить это важно то она задышалась вон бегает бедные хотя сейчас что-то анимации нету м пригол Сан вс情ну практически-то один поджет ам ум lord фига там бомбит то м cups а что по по я не понял, это же длинная шея, я не знал что они так умеют взрывной прыжок это называется наверное так я лучше посмотрю за этими разборками из пустот давай этих бомжей давай надо свой костюм скрытности одеть, любимый давай покажите этим бомжам ай-яй-яй-яй-яй-яй отбегался парень так его, так его я даже не знаю кто здесь победит так он ставит палку на землю, целится, так удар нанесен но ответная реакция последовала и довольно скоро так, а теперь мы сатурали лицо но он еще жив плохо видно я так могу и запалиться просто так быстренько сейчас так давай только он еще жив вставай в тряпка так подхренелись ну он силен, он силен ты сможешь это поражение а я сделаю вот так атакуй 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 мой боец атакуй ночи их атакуй отлетел атакуй 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 вернись я же так не попаду хорош давай херачивай хорош вот это мой парень куда ты уходишь нам было хорошо но но нам придется расстаться прощай я не попал теперь он меня убьет а нет не убьет прощай пес я опять не попал это конечная как ты хочешь за сегодня чтобы я прошел всю игру я честно говоря не особо это представляю потому что я на платье но хочу пройти для этого надо еще ачивочек пособирать сейчас мне надо на зарядку воткнуть гейпад квестов то еще тоже вроде немало основные пройду побочные побочные еще с рассветом да я туда как раз и иду нет на пути рыскари только не они кто угодно какие то они сильные стали мне кажется красноглазо как раз иду красноглазо по cancelled красноглазо иди да я думал я своими стандартными стрелами с ними разберусь но не получилось класс кактусовая роща громко лиса бегает а он колется нет так а где тут у вас гуси водятся подскажите гуси они обычно летают когда я залезаю на голову длинно шею сразу порхать начинает повсюду а так то даже не знаю слева летал коршун про фигурку надо не забыть еще гуси они быстро мимо пролетают и они не особо заметны не знаю как их снесло тогда но это был подарок судьбы как бы я его просрал и гуси никогда и не убивал и они раньше вообще не нужны были ни для каких изготовлений теперь пожалуйста так надо опять выяснить как туда залезть так вижу канат сомнительное место я опять пришел тихо не надо этот канат для нет по нему можно ходить ну значит оттуда не здесь да да поэтому можно наверно вот это начало тропы той самой сейчас будет слоу моушен вон там колизей их а Шуууу! Капитан работы. да вот она была вот так вот на двух ножках стояла так что я определил что по нему можно ходить они похожи на пенисы эти горы все горы пенисы то там просто какие-то спутниковые тарелки разрушенные такие я там был так ну тут как бы стоит ошибаться мне кажется мне понравилось лазить я бы еще раз залез с большим удовольствием ну пронесло но это последняя вот и мой приз нашел все фигурки осталось две обзорных точке и три цветка в детстве это было проще повсюду разбойники бегают в этой пустыне ну не мудрено они тут как бы живут не атакуй меня подумай не подумал еще с задними брыкаться будешь но про замки из песка я уже говорил как бы когда я был наверху но про замки из песка я уже говорил как бы когда я был наверху что на меня смотрели пенисы мне кажется мне тут рады не будут закатная крепость летний дворец безумного короля джирана бастион карха на границе запретным западом спасибо за урок история знали бы карха что скрыто у них под ногами мы найдем здесь много ответов да уж надеюсь да я смотрю они тут не балдеют не знаю чем занимаются эти наемники но по крайней мере карха не приходится дать вам и всегда был правильным человеком ладно послушаем что этот мужик скажет нам надо стряхнуться аббас ой наверное за лекарствами пошлет нет нет она борется но жар никак не проходит только больше усиливается ее зовут Шиана моя сестра неужели никто не может помочь мы беженцы место свое знаем и тут есть лишь один лекарь с ним не просто на его душе тень тень на душе его зовут галиль он такой умный но людей совсем не жалеет пустыня иссушила в нем доброту а может он всегда был такой в общем он не станет нам помогать я понял где его искать да мы по жопе он врачевал солдат гербовой арке битва была на границе как-нибудь в другой раз блин не нажал ну вот что это по твоему такое что он не 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 что в интересно это ринг редкие солнечные минуты мы в пустыне ребята ну гладиаторские бои тут проходят я так понимаю выпускают машины и давай дерись в доме охотников рассказывали что там их чуть до смерти не заморили похода это здесь как раз ты сказал хватит с меня пустой болтовни то я ни слова как бы не сказал мы сражались за меридиан теперь живем во тьме перчик нормальный такой ават все так и задумал он сидит в меридиане смотрит как капустка странная у тебя мужик тег мне интересно будет ли у меня хоть когда-нибудь копье новое потому что у меня есть модификаторы которые можно вкручивать я не знаю куда но видимо в копье как раз оно треугольное такое так что мне непонятно лучше товаров нигде так ну а вот и оно блин ненавижу бегемот кольцо солнце не спеши глядишь глядишь и чувствую жутко разве торговцы продают модификатор им по моему нет я их могу только найти я не знал что он может продавать но он и не может я его просто жду коробки ну блин это же просто лутбоксы какие то нет 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 я да можно отдельный стрим завести и открывать лутбоксы просто кейсы в csgo открываем не то не то не то не то не то последнее не то было очень весело интересно сколько у меня их теперь потратил осколков своих драгоценных он убьет вас сегодня или нет они ему живот развязали где мужики все кстати походу машина победила это похоже на человека это фиаско кому нужно ставить такие штуки лишь просто лодыжкой могу порезаться ужас какой-то классные волосы скиталица я с ней хотел поговорить не охота удалась я налетела стремительно теперь никто не будет говорить так так вы меня пропустите вообще мужики почему я иду именно сейчас мы узнаем увенчалась ли успехом твоя диверсия это как понимать я обрушила сеть или нет теоретически должна была звучит внушающе а эти уже нормальные а вот руины те самые надо еще не забыть сюда залезть так то да обзорная точка наверно клевая будет успех добро пожаловать в цитадель я скоро вернусь к тебе а ты пока пройдись в смысле делать нечего я зайду хотите узнать о новых наградах отправляйте в тронный зал стоя здесь в осколках точно не заработаете с глашатым ради осколках я готов даже этого бокала света будучи чего не мешайся чужестранка в тронном зале мне куда драка тут у вас давай давайте я вас пырну надеюсь ты умеешь хотя бы делать вид что уважаешь тех кто выше тебя все такое сильно оранжевое сундучок азартный игрок так а это у меня откуда это тоже не то да азартненько ну все ребят я пошел пожелайте удачи мне это без глупости мы не еретики мы тебе спуску не дадим я вам тут камни раскидал немного о громозев так во имя явленной слабы солнца Узрите! Светозарный Итамен! Истинный король солнца! Луч во тьме! Чья воля свет и чей свет закон! Кто? А вот этот? Я поднимаю светому Бахавусу говорить от моего имени. Может, по жопу его на связи так просто? Солнце взирает без жалости на предателя Утида! Охотник, принёсший его голову, получит пять сотен осколков! Скорее пленник, чем король. Правда же? Пять сотен? С ума сойти. Красивые волосы. Меня? Нам надо поговорить, охотница. Знаешь зелёный шатёр в сумраке? Буду ждать. Я занятал. Удумай. Ты же не охотница за головами. Поверь, Утик не виновен. Помоги мне. Пока ещё есть шанс его спасти. Лазейка, о которой я говорил, у тебя за спиной. Ты издеваешься? Вовсе нет. Насчёт соколов не беспокойся. Они сейчас слишком заняты собой и тебя не заметят. Первый раз в цитадели должен полюбоваться на кольцо солнца сверху. Ну, с ней я уже тоже потом поговорю эту ману. Ну, а соколы? Ха! Да они сами хотят, чтобы мы это увидели. Незабываемое зрелище. Парапет. Можно спрыгнуть с него. Я хочу посмотреть. Ну, вон дальше что-то ходит. Так, ну-ка. Если уж любоваться бойней, то непременно оттуда. Успокоишь ты меня. Должно было сработать. Так, ребят. Вы меня заблочили. Если тебе что-то не нравится, поговори с Одиндом. Если стерпишь запах у него изо рта. Ладно. Ты. Парни. 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 Хоп. Так, интересно. Так. Оп-оп. Тихо! Господи. Другая сторона башни. Найди шахту. Нашел. Так ты тут уже бывал. Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Открывай. Я показал тебе лазейку. Но как только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, тебе нужно вооружиться и как следует собраться с духом. Ммм. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершенные дела, доделай. Я готов. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? В смысле забудь? Все ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчике не звала. У меня все квесты как бы закончатся или че? У меня их много. Попугай. Я пошел. Мне пофигу. Я готов. Я спускаюсь. Я посвятил жизнь тому, чтобы выведать тайны этого мира. Откуда взялись машины? Почему сгинули предтечи, способные творить такие чудеса? И многие годы, десятилетиями я натыкался на стены, которых не сломать и двери которых не открыть. Пока из Дикого Востока не явилась охотница. И, на тебе, перед ней все тайны мира лежат как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Неисправность. 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 Это что, шутка? Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Эй! Я Элизабет Собок. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Желаю. Открывай дверь! Анализ. Основной порт доступа неисправен в виду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Желаете продолжить? Да. Включай аварийное вентилирование. Не дооценил тебя. Который раз. Рано обрадовалась. Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как угодно. Только скорее. Нам столько всего нужно узнать, а времени так мало. Так. Че тут у нас? Добро пожаловать в Новый рассвет. Новый рассвет. Наконец-то. Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Система диагностики обнаружила многочисленные ошибки. А только восстановление. Так. Что это за комната? Думаю, это преддверие. Осмотрись. Преддверие. Еще одно происшествие. Персонал комнаты отдыха. Доктор Попович. Проект в высшей степени сложный. Нам с трудником, которым приходится работать на передовой, уже надоело. Наша просьба игнорируется. Сейчас. Нужны переводчики. Люди. С польского. Например. Охранники. Ладно, это забавно. Дополнительные ресурсы для работы с прибывающим на вазу кандидатами. Т.е. к ним приходили кандидаты для чего? Может их замораживали там? Они там в гибернации сейчас валяются, я их достану. Такой, ребят. Пойдем со мной. Головоломка опять. Присядьте и подождите, пока вас вызовут. Доступны прокладительные напитки и закуски. Комната поменьше. Так что, я сижу. А вот, ничего не хочешь сказать? Это не из металла. Это уже кожаный мир, а не железный. Блин, где голосовые сообщения? Звукоизоляция. Между проекционным залом номер один и приемом? Ухарикит и плачет на взрыв во время презентации. Проследуйте в зал номер один и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. О, вот это интересно. А это что за место странное? Тоже текстовое. Пополните запасы или приняйте за себя. Тревяного чая в приеме. Да, буря в стакане делал такое. Кстати, куча говня. Все. Я готов узнать, зачем я сюда пришла. Показывай. Что? Что это было такое? Здесь слышно хорошее. Голографический театр. Кайер 01 не повреждает. Воспроизведение. Давай. Ой, где моя шапка? Это проект Новый Рассвет. Я генерал Херрис. Председатель объединенного комитета начальников штабов США. Вы все слышали, что Новый Рассвет это такое секретное супероружие. Технологическое чудо, которое спасет нас от чум и фаро, если операция Свобода поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. Ммм. Новый Рассвет вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое, было уже поздно. Чему фаро не остановить? Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на земле будет уничтожена. Наша планета превратится в бесплодный шар. Глобальное вымирание уже неизбежно. Сколько бы мы не убили, роботы размножаются в геометрической прогрессии. Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами Фаро, спящими. В ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою. Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на Земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. У меня все. Надеюсь, это за конец записи. Бляха. Можно вторую новость. Жизнь на Земле не исчезла. Пожалуй. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. Да как сумела. Вот грибов навернула и такая. Хоп. Сейчас я все решу, ребята. Вот тут будет вторая презентация. Е-мое. Сколько тут записей. Они пробрались сюда по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться. Убивать все, что движется. Что это такое? Гробница? Да. Дружок. Именно она. Ну их всего трое, как ли, чего мне бояться. Мне надо бояться. Ну я по стелсу как бы. Сейчас его сжахну. Тихо. Ладно, последний остался. Сейчас буду все записи слушать. Нет. Ты идешь? Нет. Здесь шумный бег распространяется. Хорошо. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? Да чё ты с этим камушком? Блин. Стал. Всё он мне стоит. Так. О голосовые записи. Наконец-то. Собеседование. Там достоверно. Да. Так эти механические чудовища. Они не просто убивают людей. Они ими питаются. Не только людьми. Всей органической материи. Всё живое расщепить на составляющие. Вкусно. Тысячелетия эволюции. Превратить в жижу. Сделать из чуда жизни. Пиотоплива. Наслаждайтесь жижей. Да. Кто это сделал? Фаро? Этот ублюдок. Он здесь? Нет, доктор. Прошу вас. Скажите, что это Том Бейк? Удди, удерплер. Доктор, уймитесь, пожалуйста. Позовите сюда Теда Фаро. хотели бы это обсудить значит мамка то была права мамка моя к библии относилась очень серьезно даже по меркам техасского пузыря а любимая глава у нее была книга откровения я ее вообще-то не всегда понимал она вечно всякую пугу несла так что и не разберешь но когда изъяснялась по-человечески но постоянно вещала про конец света про озеро огненного там чего-то куда отправиться грешники кстати говоря можно я закурю сигарету с табаком извини дорогуша вот такой астромодный ребята у вас молодцы выяснили все таки а я как бы купил стерлинг малкет это моя работа признаю много было желающих меня прищудить но я всегда был на шаг впереди как вы на меня вышли доктор собак включил у вас список альфа приоритетная цель всегда подозревал что на камне неровно дышит слушай а у вас тут может и кофе настоящий есть ну знаешь кровавый кофе капучино из зоны конфликта мне интересно шли бы вы натуре бред значит прежде вы работали в автоматизированных системах паров разрабатывал алгоритмы самовоспроизведения вот знакомый голос я думал вы будете меня судить когда за мной пришли я подумал давно пора меня гложет чувствую вины с того самого дня как как прервемся на минуту нет нет я просто правда надеялся что он новый раз все исправит то что то чем я гордился уж простите на словах вот это все звучало так убедительно и в лаборатории этот процесс сотворения тот первый пробный пуск когда мы увидели что они понимают собственную структуру что они могут отстраиваться по памяти безгранична господи безгранична 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 я понял это стелс вентиляции с нами ученый эколог Сузана Альберт доктор простите я отвлеклась доктор ничего ничего о чем вы задумались доктор не о том что сказал генерал нет в 2051 когда второе землетрясение повредил реакторной сизирии восточной я была в оперативной группе до сих пор это снится хотя столько лет прошло как по дисплею расползалась красная зона медленно словно раскрывающаяся ладонь за ваш вклад в ликвидацию аварии вас и пригласили в проект в самом деле странно ведь у нас ничего не вышло там больше ничего не растет это был катастрофический провал но красная зона пустяк по сравнению с глобальным сокращением биомассы биосфера и гидросфера разрушится земля станет необитаемой и это произойдет еще до того как роботы нас прикончат операция операция свобода тут нам уже ничем не поможет так что давайте рассказывайте что такое новый рассвет мы уже рассказали руководству консультанта а это записочка дайте кандидату возможность задать вопрос и не торопить его возможно ему потребуется время чтобы в полной мере осмыслить услышанное важно помнить о том что кандидат может в данный момент испытывать сильное душевное эмоциональное потрясение не следует рассматривать молчание или внешнее спокойствие как знак согласия следует подчеркнуть что все прочие варианты противодействия чуме фара были рассмотрены и признаны несостоятельными этот факт следует звучит спокойно но четко и твердо ознакомьтесь с данными о катастрофических последствиях для окружающей среды в результате применения атомного оружия и о невыполнимости условий необходимых для поддержания жизни в орбитальных лунных и подводных поселениях воу с тем чтобы вы смогли аргументированно ответить на возражение кандидата блин у них там поселение прям нормальные есть так допуск кандидата на презентацию номер 2 разрешает стока в том случае если вы уверены что его психическое состояние не вызывает опасений можете быстро запустить поддержку через визор так то есть презентацию номер 2 сразу и не должны были показывать так что нормас капитан оккило почему нам пришлось доставить вас сюда в такую спешку миссакила капитан оккило хотите похвалить меня что я не сопротивлялась разрешить эту ситуацию дипломатическим путем не представлялось возможно когда кто-то вспоминал про наши зале жалите вместо дипломатов к нам всегда присылали рой металлурджик интернешнл армия сша менялась маркировка но роботы были одни и те же у вас большой опыт по части вооруженных конфликтов с участием роботов да поэтому теперь я щеголею протезами но все равно как бы трудно ни было я продолжала бороться с этим кошмаром кибервойна я думала новый рассвет это что-то вроде проекта Манхэттен генератор кодов деактивации я задействовала все ресурсы но пришла к выводу что взломать коды невозможно я надеялась кто-нибудь докажет мне что я не права к несчастью ваш прогноз соответствует действия как и сказал ваш генерал Херрес ну что ж для чего-то же вы меня сюда привезли что же нам остается какая-то ошибка я не понимаю зачем меня сюда привезли зачем вы мне все это показали я знаю тяжело так сразу это осмыслить секунду секунду блин так я тоже не могу вверх посмотреть эх так паузу ставить нам не надо по по польски наверху а генерал хейлис что он имел ввиду рой роботов чума фару я понимаю все это очень страшно но неужели их правда не остановить зачем говорить такое в шанхае у меня друзья родные знакомые они уже присоединились к операции свободы неужели все зря мы все умрем мы сможем ответить на некоторые из этих вопросов просто объясните мне зачем я вам я не могу понять мы выбрали вас из-за ваших познаний нет не может быть я искусствовед мое область знаний голландская живопись японская каллиграфия герхард рихтер потом будет нужно да все и так понятно вы строите космический корабль ну очевидно же и ничего у вас не выйдет я гарантирую помните одиссель международную косморухлядь которая с 57 кружит в орбите годы работы и провал а у вас в запасе какие-то месяцы вы хоть представляете себе объемы задачи за такой срок успеть подготовить корабль я сама не участвую стиль вся эта концепция корабля ковчега да ничего не выйдет лучше бы вы сразу взялись вы понимаете как мало народу он может тут нужны огромные двигатели огромный запас энергии прорва ресурсов так что даже если вы его построите даже если выведите в космос и отправите к сириусу 10 для людей места на борту не останется пожалуйста успокойтесь вы просто психи если вы надеетесь отсюда улететь никто никуда не улетит санитарь да клево клево тут у них все нет файл файл Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта «Новый рассвет». Создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя – Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором предаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэррес. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей. Озеленение земли семенами из крио-хранилищ. Заселение планеты организмами. И когда все будет готово, в колыбелях раскиданных по всему миру родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества. Откуда они все узнают? О нас. И самое главное. Как не повторить наших ошибок? Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Ну ни хера себе. Вся земля погибла. Но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Ну да. Тогда зачем Аид? Если он был частью геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? Аполлон. Архив знаний. Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Да. И Филя пришла ко мне. Иди сюда. Киса. Блин, вот это прикол. Я думал мне сначала рассказывать сюжет мультика Валли. Но все оказалось намного круче. Выберите один из вариантов. Это типа что? Тест. Так, известно о высшем характере. Клин. Секунду. Коммент не показывает. О, я понял. Так, читаем дальше. Так, три варианта части. 80 часов в неделю. Это не сильно много. Так. Бессрочное задержание. Просто вы арестованы. Просто вы арестованы. Так, автаназия. Так, автаназия. Так, а почему бы... Почему бы им не заморозиться? Как бы... Я точно помню, что... Тут вот было написано, когда я взламывал же... Этих... Вот журнал «Длинна шея». Вон, 43 и 46 остаются в гибернации. То есть... Нет ответа от Геи Прайм, кстати. Не работает. Но там кто-то остается в гибернации. Вон, написано. Что такое гибернация? Я думаю, это оно. Геи Прайм, правда, не отвечает. Я знаю, где она. Я возле нее был, но там не было лестницы, чтобы в нее залезть. Я понимаю, почему. Я думаю, дальше я смогу туда залезть. Когда выберусь отсюда. Это как раз то место, которое защищали машины, когда меня скинули со скалы. Луководство консультанта 2. Ну, а я откуда взялась? Я как раз из модуля этого по воспроизведению. Да и все остальные люди тоже из них появились. Откуда бы они еще появились? А, да, да. Руководство. Я его не открыл. Ну, а гибернация как? Там же с длинной шеей что-то приходят, какие-то запросы. Может кто-то еще где-то там в космосе, на орбите, в гибернации. Так, крайне важно, чтобы кандидат согласился. Использоваться вместо машины. Так, давай. Продолжение следует. Так, что мне кажется. Используемся. Рассмотрим сейчас. Используемся. Успользуемся. Успользуемся. Потом разберемся Продолжение следует... Продолжение следует... Так Понятно Я бы лучше еще что-нибудь послушал, честно говоря Блин, а где? Тут тоже ничего не видно Оно где-то там Сквозь стены не пробивает Итоговое собеседование Конечно согласен У меня будет шанс возместить то, что я Тот урон, который Мне кажется я не достоин Но я согласен без вопросов Так, давай по новой Тот факт, что вы к этому причастны Для нас не важен Для меня важен Доктор Собак, Марго У них хватило ума вовремя уволиться Но никто из нас не придал этому значения Мы решили, что они просто не созданы для ППВИ А это более быстрое внедрение инноваций Когда хочешь всех обогнать Сделать лучше Сделать идеальную машину для убийств Поразительно Полтора столетия фантасты Строщали нас сценариями конца света А мы так и не вняли их словам Я порвал свою жизнь То есть я готов работать Готов вкалывать Чтобы обеспечить своей семье место в Элизии Я даже не думал Что у меня будет шанс на искупление Интересный парень Так Это типа уже была Если вас еще тошнит Нет Ингибиторы подействовали Я уже языка не чувствую Я бы рада была в это поверить Но Ущерб слишком велик Слишком обширен Он не поправил При всем уважении к трудам доктора Собак Нет Нет Жизнь не всегда пробивается вновь Иногда Она уходит Навсегда Как на синзиге Восторжной Как в уголе Медицинский отсек Недоступен Болин Ну вот наивки я сюда зашел Нафиг Теперь заново все слушать Ух Нет Если вас еще тошнит Нет 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 Я уже языка не чувствую Козел Я бы Рада была в это поверить Но Ущерб слишком велик Слишком обширен Господи Вроде что до конца дослушали Слишком обширен Нет 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 Жизнь не всегда пробивается вновь Иногда Она уходит Навсегда Как на синзиге восточной Как в Конго Как в Тиморе Как сейчас Это наша награда Подземный город с безнадежными больными Ожидающими своей смерти Вы сможете даже и до старости Вместе с вашими близкими в безопасности Нет у меня близких Хотя наверное можно завести семью Боюсь нет Все население Элизия будет стерилизовано Обеспечить условия жизни для двух тысяч человек на протяжении 100 лет сложная задача доктор Альберт Если население будет расти меньше чем через 30 лет никого не останется Я знала Просто не могла заставить себя это сказать Что простите Закончим с этим Астаназия Я не хочу в этом участвовать Я хочу чтобы все кончилось Понятно Подумай Согласно протоколу вам необходимо подождать 48 часов После чего Интересно она придумала Посидела бы отдохнула Посидела бы отдохнула Это охрана Для вашей безопасности Давайте поговорим о том Что вы сейчас чувствуете Согласно Слушать. Удачи вам. Предпоследний коммент не отобразился. О, да. Минус чел. Да уж тут прям круто, что-то там такое фиолетовое, блин а что если это топливный элемент нет поломанные наручники Зачем мне поломанные наручники? что это за место вот этого я уже не понимаю это что камера для тех кто отказался или чё поломали наручники очень редкий предмет поломанные наручники ладно посмотрим еще грибочками закинемся переваривать дальше информацию будем будет еще презентация вот только не вздумай сейчас я попробую ребята заболели уже совсем я не попадаю в голову вот и серьезно да он все с головой так дергается как вообще нужно проходить это место если не так я не понимаю просто царапина говорит просто царапина говорит просто царапина говорит я обсудил с ними задачи артемида дал им понять что строить планетарный зоопарк я не хочу за последние пару тысяч лет мы показали себя не самыми заботливыми смотрелами так что идея восстановленной биосферы но она пугает если честно действовать методом тыка на глазок это же просто жуть мы не имеем права но альтернатива пустота было столько всего а не останется ничего плюс руководит от операции чарльз ронсон я его уважаю он человек пылкий работает с душой так что я согласился это будет мой последний проект а как закончим пусть делают мне инъекцию психолог сказал я еще могу передумать а я ему сказал он просто плохо меня знает ради спасения природы я согласен потрудиться но это их жалко пороге на существование мне не нужно я не хочу жить в четырех стенах никогда мне не нравилось светодиодное освещение ну и к тому же немножко клаустрофоб все с вами понятно господа нет питания есть другой маршрут и я так уже делал тут нужен визор надо выбросить это вот над теми фбр-овскими горе хакерами из пересмешника я с удовольствием постепался хотя с той девчонкой немножко перегнул она симпатичная была ну и в конце концов лучше просто ее работа она просто не понимает насколько нелепо звучит этот план доверить роль господа бога пацану с редактором голограмм ну серьезно ведь так оно и выглядит смотри мам я делаю природу если природа так важна тогда не трогайте ее руками вымирание вымирание естественный процесс а новый рассвет уж точно нет да он настолько неестественный что нормальные люди его бы назвали кощунством потому то вы и скрываетесь а тем временем симпатяшка психолог сидит и кусает щеку плохая привычка много тебя обгрызло причем один не твой сегодня день принцесса она не укладывается в квоту а вот сказал так вы намерены отказаться мистер тейт а вы смеетесь 18 месяцев тяжкого труда в обмен на 30 лет безмятежной жизни с порнушкой да не вопрос элоэ не знает что это такое новый рассвет в каком то роде произведение искусства величайшего масштаба но все так несправедливо почему выбрали меня кто выбирал коллеги или алгоритм моя семья будет спасена только потому что я обучилась на искусствоведа разве это правильно доктор Сювэй Кристина Сювэй да я встретила человека он тоже искусствовед его специализация баухаус и новые материалисты но он был на одном из моих докладов еще одна прихоть судья даже не верится в такое совпадение сколько людей было в той аудитории и все же я готова смириться с судьбой да это несправедливо конечно но ради моей семьи ради искусства искусство искусство должно жить оно должно звучать из глубины стулья и отдаваться эхом будущим нельзя допустить чтобы оно какало в лету такой шанс я должна им воспользоваться ух это я приберегу дослушали теперь будем решать головоломочки ну что еще один только тут не хватает не надо подобрать конфигурацию хранилище данных лево вверх лево вверх лево вниз вправо все теперь дверь должна открыться сто процентов а а что открывает это интересно тут две цели двери дверь еще не открылась что ли там или открылась дверь здесь это типа кладовая сейчас я открою ту самую дверь что у меня задание новое нет подачу энергии восстановить все сейчас я тут наберу топливных элементов наверное ну похоже на то что нашла вроде без повреждений излучатель так а кто здесь протянул этот канат котенок мячик ищет у меня под ногами вот на так что же я нашла слезай так не одного только не хватало а теперь откроем дверь подожди что показать что показать я жду что показывает что что нет так нет не ну ты хотел чтобы я тебе задания показали или что-то хотел так она сказала что все наоборот ну давай попробуем так вправо это значит это вверх это влево так тоже не получилось окей все я вижу вот оно просто типа то есть это вниз влево вверх вправо вниз получилось дверь должна открыться сама это фиговина вверх ногами была надпись фары вверх ногами и 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 Ты аж, типа, стелс. Типа... Стелс... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-да-да-да-да. Ты аж, тебе подшелили. так пришло время что-то камушек не работает а клаваря я как-то в тихаря не прочь убить серьезно, да? абсолютно серьезно ух, проклятый мы нельзя снижаться не верно вроде все по крайней мере пока тогда не стой на месте найди геев надо рыбочки ну а ты как стелс представлял внимательно структурные повреждения доступ невозможно я думал сейчас опять придут ну вот это отличная штука ну вот это отличная штука как следует как следует из имени это будет под функция с помощью которой гея сможет штамповать роботов вроде как кузня только не все так просто от лидер короче вы же думаю заметили что инженеров среди нас только треть остальные эксперты по машинному познанию эвристики всему такому поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы конечно же не надо заваливать гею кучей устаревших дизайнов из двадцать первого века это бессмысленно наша цель научить гею строить роботов самой больше того сочинять с чистого листа какой бы робот не понадобился ей для задачи он будет просто создан по щелчку пальцев ее ее пальцев то есть гефест на самом деле не кузня скорее это полный набор знаний профессионального кузнеца горный молот все в виде софта виртуальная креативность как то так гея уже учится в симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией ну дизайны у нее на премию пока не тянут ничего все таки это первые шаги ну все пора начинать поехали я не понимаю что именно я могу объяснить термин если гею создавали чтобы сохранить жизнь почему ее роботы нападают на людей может некоторые формы жизни она ценит выше помешательство машины не всегда были такими злобными так и есть еще лет десять пятнадцать назад они вели себя смирно много лет гефест создает в котлах агрессивные машины я сама это видела в котлах ловчий лиходей громозет как он это делал и зачем действительно действительно сейчас я как будто в фильме терминатор сейчас эта фигня встанет в виде арнольда шварценеггера и меня убьет вот результаты симуляции так животные не нравятся как он как он все как он что он это как он У нее предусположенность к морфологиям животных. Конечно, это логично, учитывая, что ее потом придется передвигаться по труднопроходимой местности. Но это явно не единственная причина. Дизайны не просто функциональны, это словно дань памяти. Как будто она уже оплакивает их гибель. И она оскорбит не только по исчезающей фауне наших дней, но и по существам из доисторических времен. Я вижу в некоторых из ее дизайнов отсылки к представителям мегафауны. Это так клево. Но что бы она ни придумала, эта гея Гефес все построит. Жаль, только через сотню-другую лет нас тут уже не будет, и мы не сможем своими глазами это увидеть. Такие дела. Это тоже текстовая, да. Полный вперед. Дверь бункера. Так, полный вперед. Это Элизабет пишет. Она назначила эту женщину, которая придумала этого Гефеста. Это Альфа и подпроекта. Перестань переживать своего возраста. Бла-бла. Бла-бла. Да, это мой телефон, на котором чат включен, разрешается. Ну, короче, это такое. Это не сильно важно. Интересно. Разумеется, там рождаются машины геи. Машины геи рождаются. Вот почему они такие злые. Это все объясняет. Нести мне туда, блин, пулемет или нет, вот в чем вопрос. Моя очередь. Давай скорее. Не томи злой. Что, сквозь стекло не работает? Блин, отстой. Так, я вернулся, где были эти чуваки. Может сейчас как раз новая волна. Кажется, это здесь. Что? Кабинет Элизабет Собок. О. Но он закрыт. Должен же быть какой-то способ. ФБи, open up. Опять они. Остаром. 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 Продолжение следует... 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 париколь открывай не откроет так ну все бомжи я уже иду вас расстреливать ухи ска приду чё поставил сюда ну вот я кинул у него за спиной тяжеленный пулемет ну все пора стелсить я вновь да ну это стелс типа у меня бесшумная ходьба как бы бесшумный бег прокачан так что бесшумный брос я думаю входит в этот список так чем не сказал вот кабинет найти смотреться да я такой звуки стала запас карман не тянет тебя нет сколько раз повторить признание хирреса 2066 год ну вот это ссылки везде и упоминается мое имя и операция свобода меня зовут аран херрис с 2060 по 66 я был председателем объединенного комитета начальников штабов это высшее офицерское звание в армии сша мои обязанности входило стратегическое планирование и руководство операции свобода которую было обманным путем вовлечено гражданское население сша и других стран в течение последних 14 месяцев существования жизни на планете до чумы фаро я выполнял свою работу и выполнял на совесть я был смел и решитель находчив политических маневрах то что я дослужился до звания командующего самой крупной механизированной армии истории не случайность но каков итог мое единственное достижение гибель всего живого на земле и но не искупляющий поступок то может еще таким похвастаться но что я отсрочил эту гибель на дни или недели пожертвовав людскими жизнями я надеюсь в новом мире уже не будет нужды в таких людях как я если вы один из обитателей этого нового мира знаете я сожалею о случившемся и надеюсь у вас все сложится искренне ваш он обращался ко мне ко мне это уже я знаменитость некотором смысле ну как я родилась идентичный днк этой элизабет это непонятно просто отдала полную копию своего днк типа пробирку и все я родился так куда это кабинет больной что ли я знаю что вы думаете задача геи воскресить жизнь так зачем давать ей под функцию назначение которой снова угробить все живое типа на кой ну как-то тупо да но нет короче воссоздание целой биосферы задачка непростая какой бы умный не было гея с первого раза у нее вряд ли все получится но представьте вы гея прошло 200 лет вырастите новую биосферу и все черти как концентрация щелочи завышена леса смывает поток в котором утонул бы даже ной хаос мир шатается во все стороны и что делать выпустить в этом месте организме первой фазы в надежде что они своим co2 и метаном компенсируют дисбаланс ну нет придется тебе гея отойти в сторонку и дать аиду сделать то что тебе твоя заботливая натура делать запрещает сжечь эту позорную неду биосферу дотла чтобы начать сначала ну ладно не сжечь скорее задушить с помощью обратного терра формирования но вы меня поняли аид возвращает биосферу к исходнику абсолютный ноль чистый лист и затем только затем уступает ульге и говорит ну давай старушка попробуй еще только теперь уж постарайся а не то такое аид крутецкая штука если подумать экспресс доставка смерти вымирание по заказу во имя высшего блага но все равно брутально перед вами аид глаза пустоты хорошо если таков изначальный смысл аида почему же он хочет меня убить нам нужно больше данных и как он оказался внутри титана фара и почему затмение поклоняется ему как божеству я знаю не больше тебя ищи дальше потому что я из первой фазы у роденеца или какой-то ну короче все остальные тогда как родились да непонятно почему именно меня жалобы на шум башкор и и и Субтитры сделал DimaTorzok Прикольно Короче, чувак, который программирует Аида, слушает Death Metal И вдохновляется на истребление человечества от него Протокол Аид Хочет с ними расставаться Если уж такое достижение не заслуживает 10-12 часов кайфа То что тогда вообще заслуживает? Закинулся еще один Короче, одни неадекваты какие-то Надоидом работают Субтитры сделал DimaTorzok Играет музыка Играет музыка геопрайм сейчас же не работает я так понимаю как раз потому что аид подрубился вот и все внесение некорректных данных в архив чего он внес в базу 265 голографических ремастеров классических образцов экстремального кино в жанре эксплейтейшн а это тот самый тейт который порнушку хотел отклонила запись полем ну вечное забвение его фильмом избавило грядущее поколение от необходимости смотреть все 16 частей изготовления тысячи ножки так благодаря ему она теперь может пользоваться объективным критерием если этот материал предложил трэвис тейт значит это непристойность она проинструктировала персонал отклонять все его последующие заявки без рассмотрения нормальный чувак походу ну то есть нет но смешно по-другому наверх не попасть по-как что я не хочу сюда пожалуйста ну ладно странный путь она выбрала конюн эллифия главнейшая и важнейшая программа под функция гей ведь именно благодаря ей человеческая раса продолжит свое существование я патрик брошер кляйн руководитель этой программы давайте только мы сразу проясним один момент эллифия не имеет никакого отношения к генной инженерии наша цель сберечь человеческий геном не меняя его оттиск генетического многообразия человечества замороженный во времени генетическая квинтэссенция нашего вида нетронутая я лично прослежу за тем чтобы все аспекты нашей работы соответствовали закону о клонировании и актурели от 2048 года моя щепетильность в свете сложившихся обстоятельств может показаться странной даже чудаческой но как один из авторов акта реле могу сказать что это очень серьезно задача стоящая перед всеми нами поражает масштабом и сложностью и все же она выполнима да глобальное сличение консервации зигот совершенствование экзогенных технологий разработка и совершенствование исполнителей для вскармливания и воспитания на раннем этапе развития ребенка все эти компоненты программы нужно будет разрабатывать совместно не говоря уже о строительстве сети комплексов колыбель в рекордно сжатые сроки так что если готовы приступим это тоже текстовые камеры дз бриологам удалось разом перепрыгнуть все те технологические изъяны над преодолением которых ученые инженеры бились последние 50 лет риски экмо нивелированы что это значит непонятно вопрос доставки питательных веществ решен вопрос гормональной стабильности решен филя слезай решен 12 других областей риска все в итоге решено короче нормальные камеры короче да камеры у них клевые и вот результат некрасивая девушка рыжая клон элизабет как ее там звали собег стопа собег это что то знакомое или нет тут я это именно и слышал наверное колыбель загерметизировалась так этот чувак собег писал собег 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 это какой то египетский бок короче походу что то в этом роде собег ладно дальше поехали так вот они загерметизировали эту всю фигню с людишками до того как рой смог засечь все работает все работает собег и там и там и и и и и и и короче тут говорится про какой то анбор дизи код у них ограничен короче этот симуляция генетического дрейфа то есть людишки будут похожи на исходник сильно я так понимаю и это касается элой я думаю в полной мере личности для исполнителей искусственные матки так машины призванные родить новое поколение людей то она вот она так выглядит что тут написаны личности для исполнителей так разработка искусственных личностей для исполнителей в колыбелях нянька воспитатель врачеватель идет быстрыми темпами мы нацеливаемся на уровень 04 по шкале тюринга это позволит добиться слабо выраженной эмпатии и ограниченной импровизации не вызывая нарушения кодифицированных моделей поведения однако имплементировать функцию переключения личности в ответ на внешние стимулы оказалось сложнее чем мы предполагали в особенности нас беспокоит сильный резонанс между личностями воспитателя и врачеватель также прилагаю к письму отчеты об инциденте в ходе которого исполнитель выполнявший программу мать вмешался в работу другого исполнителя выполнявшего программу воспитатель возник если позволить позволите родительский спор на первый взгляд выглядит запавно но на самом деле это повод для тревоги прилагаю подробный план по исправлению подобных заработок в интерактивных протоколах так но это какой-то искусственный интеллект или что который воспитывает я не до конца понял наверное и такая что эти воспитатели матери ты искусственный интеллект который обучает этот зародыш еще раз открыть личности для исполнителей вот разработка искусственных личностей для исполнителей в колыбелях ну типа до нацеливаемся на уровень 04 по шкале тюринга только как они собираются воспитывать зародыши непонятно как это все устроено у них то больше понятия наверное в планировании чем у нас элизабет говорила в таких местах родится новое поколение людей говорила да есть лишь один способ узнать люк не открывается там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр надо обыскать кабинет элизабет саглы но сначала тут что-то еще посмотреть на зачем это все собираю тут уже ничего нет осматриваем кабинет блин а я в колыбель матери получается вернусь и буду осматривать меня пустят в этот раз но тут матриарх говорила что меня нашли возле ворот то есть возле входа в этот комплекс колыбель как я там нахрен оказалась в таком случае ли она меня сама вырыгнула я не знаю них там есть лифт для новорожденных в комплексе у меня просто возле дверей высаживает и подбирают меня да уж гея так я в кабинете я не понимаю вроде да кажется раньше здесь что-то было как какой-то компонент где здесь вот здесь ладно я сначала послушаю наконец-то можно послушать журнал гей будет временная потеря сознания на время транспортировки в прайм и монтажа могу я высказаться не по протоколу потом на новом месте мы подключим предаточные функции и проверим взаимодействие кто говоришь я говори все хорошо обстоятельства вынуждают нас начать раньше срок но все подсистемы работают исправно прогноз сейчас благоприятный но вдруг просто там же нет ничего живого даже дышать нечем выходить можно только в скафандрах уже все что случилось в мучениях вдруг все это было зря слишком близко было неизбежно благодаря вам у жизни есть будущее ты в это веришь да я верю в вас для вас нет ничего это таки это таки должно было быть это оно нет а голые записи сейчас сейчас найду это оно что ой спасибо будет временная потеря сознания на время транспортировки в прайм и монтажа могу я высказаться не по протоколу да она таки закончилась я это хрен его знает спасибо полень я забыл микрофон выключить раньше я так делал никто никто ничего не слышал блин кэш штуковина это что такое давай посмотрим да можно задействовать морфология антилоп хотя козьи демонстрирует большую выносливость быстро учишься гея проведя сравнительный анализ морфологии млекопитающих я собрала данные о массовом вымирании в четвертичном периоде и какой твой вывод гея по логике их вымирание было естественным продолжай но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустно что они навеки ушли в небытие вызывает во мне чувства скорби которое трудно описать я неисправа нет гей нет это хорошо очень хорошо нас создавали блин слушайте какие люди стали богами ты о чем матриархи называли богиней голос компьютера который говорил дверь закрыта может это голос геи не знаю а ты об этом так смотрим еще что я не знаю что я не знаю что это это Ребенок, а если она станет монстром? Могу я высказаться не по протоколу? Конечно, Гея, говори. Простите, что возражаю, но мистер Фаррес совершенно прав. Сейчас развитие моего сознания не является предсказуемым. Чтобы обеспечить сохранность жизни, было бы разумно строить мою систему предохранителей. Вот. Доволен, Тед? Господи, послушай ты ее. В смысле так родился Аид? Ты пропустил половину этой миссии? Я был в отделе, который занимался разработкой Аида специально. Он типа ты о чем? Ты запланированный чувак? Ты че? А типа вот то, о чем они говорили выключатель это есть Аид? Типа я понял от чего-то. Ну, наверное. Ну, они его вроде не для этого придумали. Они его придумали, если херовенько все развивается, а не для остановки. Ну, наверное, это одно и то же самое. Короче, захожу. Вот так вот захожу. Эффектно. Так. И здесь припасы. Вот что здесь делают все эти вещи. Мне уже не понять. Хватит вещей, пожалуйста. Так. Ну, тут посмотреть только эту одну. Эту текстовая. Проект Эдиссея потерпел крах. Это о космической станции все они говорят. Я так понял. Катастрофический сбой в модуле хранения антиматерии. Когда двигатели начали разгон для выхода за пределы солнечной системы, корабль, экипаж, весь груз, зигот и семян, альфа-сборка Аполлона все пропало. Это значит, что новый рассвет наша единственная надежда на продолжение человеческого рода и восстановления жизни на земле. Провал недопустим. Ну, это Эдиссея, это они летели куда-то там. Да. Все, рип. Пресс F, так сказать. Что такое зиготы, это мне до сих пор непонятно. Так, ну, а нет, тут еще что-то есть. Статус Артемида, еще Артемида какая-то. Так, я понял. переговоры с кариозоопарками прошел образцы. больше 14000 видов исчезло с период с 2000 по 2043. это про животных. Так, и что это все значит? ладно, дальше читаю. Бактерии, насекомые, кролики, ястребы, лисы и волки. Ну, не все там попало туда. Да, это круто. Потом будут еще многие тысячи, но им придется подождать своей очереди. Может, этим как раз и объясняется то, что в игре есть только кролики, еноты, лисы, кабаны. Ну, и там гуси, и пару рыбешек. И крысы. и все. И все. Так, окей, понятно всё, возможно я пропустил комментарий. Ага, понял. Ну, поехали. Файл с альфа-реестром. Целый? Да, он не поврежден. Тогда чего ты ждёшь? Копируй. Копируй. Фига, они научились. О! Да-да-да-да-да. И узнать все секреты. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Может, узнаю, кто меня родил. Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждёт. Тебя произвёл на свет не кто-то, а что-то. О, нет, я законорождённый. Это ты, Элой, по рождению машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Блин, я думал, дроны Навального. Что, не сработало что-то? Кто такой? Ой. ты жива хорошо тебе уготована более подобающая смерть дитя ну ногой по лицу женщина это как бы некрасиво бы его научить манером так текстурки подгрузились всю мою жизнь не было твердо известно приз получим узнать правду моя судьба стать великим боителем солнца и когда убили джерана и когда меридиан пал моя вера оставалась крепка пока не появилась ты когда мне сказали что ты выжила во мне зародилось сомнение как неизбежен рассвет после заката неизбежная гибель моих врагов но я ошибся почему с каждой твоей атакой с каждым убитым воином мои сомнения росли я все вспоминал момент когда мой нож был у твоего горла один смах одно движение лезвия и тебя бы не стало моя рука сразила много врагов зачем я медленно почему не выполнил то что должно раааааст у тебя шрам на щеке тебе помешали да я помню хороший воин для дикаря его звали раз и тебе с ним никогда не сравниться и все же он позволил так запросто выпустить себе кишки нет дело не в нем я могу тебя приключить но не стал это ошибка не давала мне покоя преследовала и лишь когда я поймал тебя то в том месте и я наконец постиг мудрость солнца великий замысел что связал эти события ты должна была выжить в тот день должна была помешать нам вести раскопки ты просто поехавши мне было предначертано здесь схватить тебя чтобы ты стала жертвенным даром солнцу все так как должно было быть как было предсказано согласно его замыслу ты дурак ты просто убийца ты марионетка так ну и чё им сказать чё им сказать то блин ну я мог сказать что со скуки помереть но выбрал раста я думал это как бы не варианты просто ветки диалогов так я понимаю понимаю что мне выбрать что он дурак или марионетка но убийца это я не хочу выбирать дурак или марионетку ну типа да это все аид так на елке там никто не сидит случайно кисы так извиняюсь марионетка тоже мне судьба это невеликий замысел ты просто выполняешь приказы да 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 ты кукла у этого аида на ниточках пешка которую переставляют чужие руки было бы смешно если бы не все эти загубленные жизни аид древняя машина они это ваша погребенная тень плевать ему на меридиан он хочет уничтожить все и всех а ты его услужили я служу не погребен эти я служу солнцу в тени он противоположности слились во имя одной цели день и солнце тьма и свет ты правда не слышишь как нелепо это звучит раньше ты служил сумасшедшему королю а теперь служишь сумасшедшей машине сдаешь позиции как-то припомню эти слова когда буду смотреть как горят твои останки боюсь ты не уловила сути я победил не только тебя но и сомнения а настоящая вера дарит бесконечную силу и убедись что ты прав что твоя вера не сама обман круг замкнулся каждый элемент на своем месте ровно там где должен блудный зверь пойман его удел известен пойти на заклание кстати о жертвах забыл тебе сказать после того как ты обрушила нашу сеть и отправил гонцов на восток собрать войско и атаковать вашу священную землю ах ты сука все нора будут пизднены то есть моей целью была ты но похоже без всего этого можно было обойтись так я скажу что они меня изгнали наверно и он типа такой бра в натуре я тогда всех отгоню обратный тогда ладно пусть живут меня изгнали из племени мне плевать что ты с ними сделать так немного не тонко что же тогда просто забудем немного не то я бы и хотел но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана ты обрекла не да это я но и все свое племя скажи мне это ли не воплощение испепеляющий кары солнца нет визор такое могущественное устройство но оно такое хрутое бля ха как видишь на сирос я не стал медлить я уже взмахнул своим племком сижу в клетке без визоры ну как бля ха как 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 и очень скоро ложный король будет мертв а мы вернем себе святой неридиан и в этом я стану орудием пророчества ныне слились воедино все половины творения солнце и тень, свет и тьма, тень и ночь, узрите этих ребят я злые всем сидеть, разве вы не видите благословение солнца перед своими глазами? как могли подобное создание ножки выйти на охоту среди белых дня? если бы это не было угодно великому солнцу много лет назад освещая кольцо солнца великий джеран казнил здесь многих неверных бросив их хоть копыта бегемота бегемот бросит и могуч в свете солнца но еще страшнее его когда его окутывает сила тени у меня двоих таких уже убил пускай это вероломное отродье отдаст свою жизнь как раз недалеко зараженные озоры была станет первый из тысяч такая смотками на нее дадут такое растение лекарственное тут да давай отсюда давай отсюда так ладно, уже чел инфу выцепил мне честно говоря пофигу я просто без визора остался и мне обидно я хочу визор новый он не заберешь все моё оружие на платформе я от собственной путь не сбежать обращаю его силы он тут не будет он не ровно сделал что на свет нужно ушел я на поле я на поле как то у меня с первого раза всё получилось ну давай, западай так? блин хоп 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 чё они там кричат? оу ееее look at me, мазафака ну, вот теперь я готова а ты теперь большая тупая мишель ну, подходи надо заморозить ёмкость тут нужно приустроить да да попал вон та ёмкость на брюке это что-то важное что-то не вовремя я прыгаю все все компоненты собакам за ловлю они как-то задействуют в ходе атак не вовремя но не вовремя что-то не вовремя не вовремя Тень! Убить её! Да тоже не страшно Честно говоря Убить её! А почему тень? Это самому слабо что ли? Убить её! Потом раз на коне А нет! Охо! Братишка приехал Сайлент Охо! 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 Возьми! Охо! если нет все то время пока мы держали связь через визы я копировал данные так что переместить их в новый визор не проблема с днем рождения азии папочка тебя очень любит крепыш как нарочно злишь меня скопировал делать мы ждем зачем да посмотрим на машину которая меня родила так будет точнее до скорого стой что откуда блин взялись все остальные племена и все остальные люди если вот они считают что она одна родилась из машины мне кажется они все родились из них так вот это хочу гелис узнал тебя там в кольце ты сказал что просто помогал затмению а ты лично знаешь того кто убил кто хотел убить меня и что теперь этот человек очень опасен нужно сделать все чтобы он и аид не смогли добиться своего ну да хороший ответ как ты узнал где я если на мне не было визора ну право слово даже болван догадался бы что гель сбросит тебя в кольцо солнца в полдень загнал двух бегунов чтобы успеть срок но успел и хватит об этом не знаю не знаю я не уверен как люди выжили потому что все вымерли как они могли выжить то есть если бы был разумный человек который выжил то они бы не превратились вот в такие племена то есть я думаю они порождались из машин просто без знаний которые они им приготовили когда ты научился управлять машинами когда ты освоила эту технику пришлось уничтожить машину захватчика чтобы добыть детали но ты сама показала мне как это делается 228 комментов вот и польза от того что я отслеживал все твои действия надо сказать целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов банок но конечно куда им до тебя ясно ну пожалуйста ладно так мне пора не было печали гелис послал отряд затмения на священную землю нора племя и так ослабело они вряд ли выставят пойдем со мной нет прости мне нужно завершить приготовление какие еще зачем я спрашиваю все равно не скажешь когда придет время я выйду на связь поговорим позже да кстати если пойдешь на территорию карха тьмы есть для тебя броня для маскировки угу ты как всегда все продумал кто-то же должен был элой когда ты искала альфа реестр в бункере нового рассвета я был с тобой жестоко я надеюсь внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет не что-то а кто-то но ну да я меня кто-то должен был выставить из этой горы он сквозь лесу проехал по моему я не буду включать карту тут какая-то музычка прикольная как я не буду включать карту тут какая-то музычка прикольная а похоже она закончилась но это не точно но это походу как раз в том месте о котором ты спрашивал или нет но оно похоже нет это явно не то место тут просто тарелки сильно засыпанные там они были побольше там они были побольше блин блин ты чё офигел лоу блин чё он прицепился ко мне Да, это не то место То место было Вот здесь, вот тут тарелка Видишь, и отсюда даже видно Я дальше играть не буду Мне На работу Как бы надо завтра Так, а сердце матери Вот тут Вообще-то, да, вот тут в горе я родился А меня шлют куда-то До Великой Матери Сегодня могу Разве что металлический цветок И обзорную точку схватить Прям длинная миссия была Да, капец Но клево Я тоже работаю Надо уже спать ложиться Давай Давай Продолжение следует... 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 Музончик как из фильма про постапокалипсис какой-то Или из ходячих вертвецов Так, это уже здесь? Еще нет Субтитры создавал DimaTorzok Ну, не совсем плохая погодка для обзорной точки Так, сильно ничего не делось В ночное небо Оставляя за собой яркий огненный след Ты взяла меня за руку Сжала ей и сказала Ты увековечил нашу историю среди звезд Котенку, блин, уже тоже не сидится Надо спать его забирать Ну, все Надо посмотреть, что по квестам Ничего ж, у меня не пропало Да А, там эта женщина что-то еще хотела от меня Которая Которая Как раз-таки здесь И находится Да Пойду к тому костру, сохранюсь Правда там Да вы скорее Ай Чтобы пройти, мне надо замаскироваться В каком смысле В каком смысле У меня этот хрен уже будет ждать возле входа Этот гелиос Этот гелиос или какого-то Надеть маскировку адептить мы Так, ну Такого у меня нет Уж извините Я просто сайт квест хотел взять Нужно пойти в другую сторону Так Нужно пойти в другую сторону Так, блин, я почти подошел Эээ, женщина 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 здесь Я здесь женщина Рукой помахать может, чтобы она вышла ко мне Эээ, ну да Неудача Хорошо, что тут есть еще один костер Хорошо, что тут есть еще один костер Входят бичи и тут ищут меня А, нет, это не враги Они мне ничего не сделают Ох Сохраняюсь А, даже во время сохранения Оно выключает экран Ладно Секьюрно Ну все До завтра, возможно Надо До проходить Да, про ачивки я знаю Ну ты ничего не видишь Кроме Игровой области Так что Да, спасибо Посмотрел, я пошел спать Мне еще надо Какое-то что сделать Спокойной ночи Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока